Стрелл вы как хотите на вопрос, чтобы я отвечал, или я могу в двух словах рассказать? Давайте тогда ваши вопросы, они меня как-то сориентируют, и меньше напрягаться придется. Если мы говорим о супергероях, то, конечно, нужно понимать, что вообще супергероев изобрели в США, и изобрели их по двум причинам. Во-первых, потому что в Соединенных Штатах нет настоящих героев, они практически никогда не воевали на собственной территории, например, поэтому у них нет героев войны. Соответственно, им нужны были такие вот образы, которые, с одной стороны, вроде как говорят о героизме, о том, что человек должен помогать родине, но, с другой стороны, американцам никогда не было выгодно, чтобы народ здраво понимал причины происходящих событий, например, причины преступности. И поэтому стояла задача отвлечь внимание народа и перевести это внимание на какие-то другие объекты. Соответственно, появляются вот суперзлодеи, которые являются причиной преступности, а вовсе не экономическая политика, скажем, правительства. Появляются супергерои, которые якобы эффективно борются с этим суперзлодеем, и в итоге люди начинают жить счастливо. Понятно, что такая схема обмана, это, во-первых, именно обман населения, а, во-вторых, я не совсем понимаю, для чего нам нужно перенимать эту практику. Потому что, во-первых, конечно, речь идет о том, что в России за всю ее историю, более чем тысячелетнюю, было огромное количество героев и святых, и масса других людей, на которых можно равняться и сегодня, которые являются действительно достойными примерами для подражания. Поэтому создавать какие-то суррогаты героизма, какие-то сомнительные образы для того, чтобы на них ориентироваться, на мой взгляд, конечно, смысла никакого не имеет. Как и обманывать население и переводить его внимание на то, что... Ну, например, вот если мы говорим уже о ТСЖ, о ЖКХ, о ситуации с коммунальными платежами, то, конечно, основная проблема в сфере коммунального хозяйства сегодня, она вовсе не в том, что люди не умеют экономить электроэнергию, и нужно с помощью супергероя какого-то научить их это делать. Проблема заключается в том, что в огромном масштабе сегодня ЖКХ перешло на частные рельсы, и когда этот перевод осуществляли, то надеялись на что? Что люди сами объединятся в ТСЖ, сами выйдут на контакт с поставщиками, и все будет замечательно, цены упадут, а люди будут довольны. Реально получилось что? Возьмем какой-нибудь типичный московский дом. В нем проживают большая часть пенсионеров, которые ничего не понимают ни в пенсионной системе новой, ни в новой системе управления коммунальным хозяйством. Они просто по старой памяти что-то там подписали, что им в ящик почтовый кинули. В итоге домом стала управляющая компания некая, которая де-факто аффилирована с тем же самым ДЭЗом, который до этого управлял этим домом и был государственной структурой. Цены не упали, а только выросли. Жаловаться по-прежнему некому и не на кого. Счета, которые присылаются за коммунальные услуги, по-прежнему не расшифрованы. И достаточно существенная часть этого счета называется по-разному, но, как правило, это некие затраты на управление домом, затраты на организацию коммунального хозяйства или что-то такое обтекаемое. То есть реально вот в этом заключается проблема, и решить ее только за счет того, что люди будут экономить электроэнергию или поставят счетчики на воду и будут экономить воду, конечно, нельзя. Мне кажется, что, конечно, мы поспешили с тем, чтобы вот эту отрасль переводить на частные рельсы. Народ в своей массе, да, в основном, он не готов к этому, он не разбирается в этом, не знает своих прав, не хочет пользоваться своими правами. Поэтому в этих условиях существует два пути, на мой взгляд, или вернуться назад и все-таки сделать так, чтобы управляли домом какие-то специально созданные государственные структуры, или же необходимо все-таки радикально и фундаментально усилить контроль в этой сфере, чтобы людям было куда жаловаться, потому что сегодня, во-первых, непонятно, кому писать в случае, если ты не удовлетворен услугами управляющей компании, непонятно, что делать, если в доме большинство бабушек, большинство составляют бабушки, которые вообще ничего не понимают, с которыми бесполезно говорить о реальных проблемах, об экономической эффективности управляющей компании, вот что делать в этой ситуации, куда обращаться молодым людям, которые в этом разбираются и хотели бы наладить и оптимизировать управление своим домом. Поэтому, конечно, супергерои ничего не решат. Более того, я не совсем понимаю, оправданы ли затраты на разработку дизайна этого супергероя, на бумагу, на чернила, с помощью которых все это будет печататься, на вот эти квитанции, которые там рассылаются людям. Конечно, это все нужно специально исследовать, изучать, принесет это какой-то эффект или не принесет, но, опять-таки, с моей точки зрения, основная проблема, она совсем не в этом. Да ничего страшного, это все мелочи. Давайте тогда до связи, если что, обращайтесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!